В театре Рюминой 5 ноября состоялся показ спектакля «Опасные связи». Это обновленная версия мюзикла Глеба Монтовичука «Территория страсти». Первая постановка проходила в 2018 году в Театре Вахтангова со звездным актерским составом Лидия Вележева, Александр Балуев и сам Глеб Матвичук. Постановка прекрасна открытыми эмоциями, оголенными нервами, потому что на самом деле очень здорово, когда есть такой материал, в котором артисты имеют возможность проявить свои эмоции, проявить свои чувства, наверное, на все 400%. Потому что, ну, темы очень, очень такие щекотливые, и это, наверное, для каждого артиста откровение найти в себе такие темы, потому что у кого-то, может быть, такой был в жизни опыт, у кого-то не был, для кого-то это абсолютно новое. Для девчонок, которые работают «Историю Сосилия», я думаю, это вообще там история очень-очень внезапная. Поэтому это здорово, классно. И так же страстно, как были влюблены в меня когда-то. Не помню я подробностей таких. Показы давно прошли, а желание вновь увидеть постановку не унималось еще несколько лет, отмечают зрители спектакля. В этом году Глеб Матвичук анонсировал «Опасные связи» снова с фантастическим составом Юлия Чуракова, Александр Суханов и Агата Вавилова. В спектакле «Опасные связи», вот в нынешнем, я изначально играю в «Аланш». И в премьеру, и в премьерном составе, и в весь премьерный блок я играла в «Аланш», и, собственно, репетировала я ее. А «Миртей» появилась только в прошлом месяце, за два дня. Переключаться мне несложно, сложно вводиться за два дня. Вот это, конечно, чудеса, эквилибристики, которые память выдает. Гости могли погрузиться в Париж 18 века. Высший свет, складный быт, интриги, опасности – все эти моменты зрителям предстояло пережить вместе с героями. Мне кажется, в современном мюзикле без симбиоза никуда. Если ты дашь зрителю только классику, то ему это не понравится. А если ты дашь полную современную интерпретацию классического произведения, тоже не зайдет. А вот если ты сделаешь симбиоз, ты покажешь и классические произведения в какой-то, может быть, новой аранжировке, и дашь современных каких-то интерпретаций старых фраз, то это будет очень интересно. Постановка снова пройдет 26 ноября в Театре Рюминой. У зрителей вновь появится возможность увидеть представление на большой сцене. КОНЕЦ